Большинство заболевших COVID-19 – женщины, четверть инфицированных люди в возрасте от 50 до 59 лет. Пациенты возрастной группы 60-69 лет составляют 19%. Больше всего случаев заражения выявлено в Тирасполе – 430 фактов. В Бендерах – 344 инфицированных, 214 из которых – это опекаемые и сотрудники психоневрологического дома-интерната. Почти 80% подопечных специализированного учреждения уже прошли курс лечения от нового вируса. Два случая заболевания выявлены в Кицканском монастыре. По поручению президента там проведут массовое тестирование. Всего продиагностируют 55 человек. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в совместных миротворческих силах. С Приднестровской стороны заболели два миротворца, с Молдавской – один военнослужащий. Кроме того, еще ряд военнослужащих, контактировавших с заболевшими, были отправлены на карантин. Из-за вспышек COVID-19 в молдавских предприятиях со вчерашнего дня аннулировано большинство ранее выданных разрешений на пересечение границы для приднестровцев, работающих в сопредельных государствах. Комментируя принятое решение, Вадим Красносельский подчеркнул – для меня в приоритете жизни людей. Все остальное второстепенно. Последние два дня отмечается незначительный рост распространения инфекции. Практически во всех выявленных случаях заражения инфицированные имели отношение к соседнему государству – работа, выезды, иные контакты. Это говорит о том, что у Молдовы все еще опасно с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Не стоит забывать о том, что Молдова в мире отнесена к красной зоне. Мы должны это учитывать при взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой. Президент добавил, в борьбе с пандемией Приднестровье может рассчитывать только на себя. Поэтому очень важна осознанность граждан и внутренняя дисциплина.